В Щелковских 16-й и 3-й школах на встречах с 11-ти классниками об их настоящем и будущем беседовала председатель Совета депутатов района Надежда Суровцева. В наш век информационных технологий, в наш век, когда мы порой забываем посмотреть друг в другу глаза, сказать какие-то слова, есть возможность именно пообщаться, пообщаться не только мне с ребятами, но и им, с нами, с представителями власти, увидеть, что мы такие же обычные люди, с такими же проблемами, пообщаться, наверное, даже для нас важно иногда при принятии решений, как это видится через призму и через взгляд вот этого молодого поколения. Ребята думают о том, какую выбрать профессию, задают вопросы, куда пойти учиться после школы. В таких беседах, естественно, всегда заходит речь и о том, какие профессии сейчас особенно востребованы и что можно найти для себя в Щелковском районе. Я вам назвала те предприятия, которые у нас стабильно стоят на ногах, они развиваются. Это предприятие, связанное с химической промышленностью, достаточно большой кластер. В современной технологии могут быть специалисты востребованы на таких предприятиях, которые касаются, у нас есть такое предприятие «Газпром космической системы». То есть они следят за спутниками, передающими информацию. И сейчас рядом с ними должен быть построен завод по производству спутников космических, то есть это то, что тоже будет востребовано. Ну и предприятие пищевой промышленности у нас, Щелково, хлеб завод, очень хороший, которое традиционно занимает достаточно большой сегмент. Ну вот я вам назвала, что есть, что будет развиваться, что держится крепко на ногах. Во все времена люди разных возрастов, наверное, хотят увидеть закономерности, присущие взрослению юношей и девушек. Особенно это актуально, если им осталось совсем немного времени до выхода во взрослую или, как еще ее называют, большую жизнь. Вопросом «молодым быть легко?» на первый взгляд очень общим задаются старшеклассники. Легко ли быть молодым? Да, легко. Ну что, молодежи сейчас? Конечно, поступление молодежи. Сейчас очень важные проблемы с ЕГЭ, с образованием, потому что это большой стресс. Недавно писали все итоговые сочинения, и очень многие дети перенервничали. Но это просто лишь этап, к которому также можно подготовиться, и, я думаю, администрация, Надежда Владимировна, депутаты нам помогут. Опыт старших людей, он достаточно важен, ну хотя бы тем, что какие-то ошибки, допустим, не совершать, потому что они уже прошли этот путь, и они, допустим, знают, что где делать нужно, а что нельзя. Что делать нужно, а что делать нельзя. И на фоне этого можно самому идти уверенно вперед, знать, что в определенном месте ты уже не допустишь эту ошибку. А вы знаете, молодым быть непросто. Опыта-то нет. И каждая лужа, она для тебя мокрая, каждая яма для тебя глубокая. Но пока ты в эту лужу не наступишь, и в эту яму не попадешь, ты не узнаешь, что такое жизнь. Потому что молодым быть с одной стороны легко, с другой стороны нелегко, но безумно интересно, потому что перед ними открыт весь мир. Андрей Цеханович, Валерий Жеглей, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».